Сегодня будем слушать меня. Какое счастье! Столько народу пришло. Если у вас какие будут пожелания, по ходу дела, вопросы, я с удовольствием, потому что хорошо вести концерт вечером, не в виде одностороннего, а вот как-то в ответ, чтобы живое было интервью, тогда веселее жить. Так, сегодня 2 марта 2023 года. Очень много тем, которые витают в воздухе, и к которым мы как-то причастны, непричастны, но переживаем. Ну вот, для меня тема моей Родины, это, может, главная тема, поскольку я проехал ее с запада на восток и с севера на юг. Слава Богу, что мой отец служил в погранвойсках, и его бросали с границы на границу. После того, как он войну закончил в 45-м году, его в Праге закончил. Его отправили во Львов, приняли его служить в войска НГВД, и он вынужден был во Львове бороться с бандерасами. Моя мать, он взял туда всю семью, мы жили в каком-то барском особняке, в великолепном был сад. Я был маленький, я же ничего не помню, это я со слов родителей говорю. Я совершенно ничего не помню. Мать моя ужасно переживала за судьбу отца, потому что убийства на улицах были советских людей, пограничники, войска, солдат. Просто так идет советский патруль по улицам города, 3 человека, как всегда, подходит, какие-то маленькие ребята открыты, ребята, блин, ребята, не видали? Эти ребята спрашивает патруль, нет, не видали. Посмотрите, вытаскиваются, був-був-був всех троих. И все, и вот это сплошь и рядом. Отец мне единственное вам рассказывал, как он по вагонам с собакой преследовал, там, бежал за какими-то бандитами, А они закрывали за собой дверь, междувагонную, а отца пистолет ТТ в руках был, вот он этим дулом вставлял туда, открывал, чуть-чуть излом пистолет, и поворачивал, открывалась дверь, и он дальше, в общем, жив, слава Богу, был, остался, хотя, ну, в общем говоря, потом на Кольском полуострове жил, в поселке Гремиха, потом она стала знаменитой базой наших атомных подводных лодок, с Гремихи его направили на Сахалин, в Холмске мы жили, на Сахалине три года, потом он демобилизовался, и вот, обосновались мы в Электростале, где оказались у отца пять братьев, у матери пять шестер, и все в одном городе, такой случай был. Конечно, в празднике мы встречались, и они все вспоминали прошлые года, кто, когда, в чем, кому поможет, в общем, это я вот слушал маленьких Питвов, поэтому я хочу спеть песню, начинаю с этой песни, на стихе Виктора Михайловича Гончарова, который тут жил недалеко, на углу Горохольского и Астраханского трилогу, и на его стихи я написал песню «Родная Россия», и эту песню теперь поет наш хор, в котором я тоже принимаю участие вместе с Сережей, хор ветеранов, выходят такие мужики в одинаковых костюмах, красные галстуки, белые рубашки, и ордена и медали вообще на груди, и вот все выходят, это картина, надо сказать, ну вот, и вот, концерты у нас раньше всегда начинались с этой моей песни. Посмотрите вокруг, дикие горы, города и поселки, леса и моря, Посмотрите вокруг, это наши просторы, это наша до боли, родная земля, С ней связано все, то, что было и будет, что с рождения навечно даровано нам. Все, что в душах людских, будорожит и будет, радость их и любви со слезой пополам. Это та страна, что не терпит насилия, это родина в югах рожденных солдат. Россия, 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 родная Россия, под снегами твоими герои лежат. Пусть в душе моей все будет так же невруско, но вольготно, как волга, спокойно, как дон. Пусть во мне запоет, затаскует березка, зашипит, заколдует, раскидистый клён. Посмотрите вокруг эти реки и горы, города и поселки, леса и моря. Посмотрите вокруг, это наши просторы, это наша добори, родная земля. Посмотрите вокруг, это наши просторы, это наша навеки родная земля. Сейчас та трагедия, которая разыгрывается у нас в России, с нашим родным, можно сказать, народом, где русских столько. Вот песня, которую я написал не очень давно, но она прямо вот как бы к месту. Леонид Корнилов, автор стихов. Лег над пропастью русской путь и срывается в бездну даль. Русский русского не забудь, русский русского не предай, не ступили бы мы за край. Да подталкивают враги, русский русского выручай, русский русскому помоги. Крылась тьма у моих костров, никого корить не берусь, но вставая из тьмы веков, русской силой держалась Русь. Перешел в напад благовест, и нельзя избежать борьбы, могут вынести русский крест. Только наши с тобой горбы, русским духом народ крепись. У последней своей черты, русский русскому поклонись, русский русского защитим. Душу русскую сохраним, землю русскую разберегим. Плакаянны эти дни, русский русскому помоги. Один из моих любимых поэтов, с которым я был счастлив, я осмелюсь сказать, что я был с ним в какой-то степени даже дружен. Он намного лет старше меня, в 99-м году ему исполнилось бы 100 лет. Нет, в 2018 году, в 2018 году ему исполнилось бы 100 лет, а в 99-м году он ушел из жизни. И он писал изумительные стихи. Он так бережно относился к настоящему русскому языку и писал потрясающие стихи. И просто вот, я много песен пел на его стихи, там, Скрип Майкл Бейли, Комарьи и Мухи, Серебрятся пруды, многие веселые. Я сейчас хочу спеть песню, которую я написал как раз к его столетию. Песня называется «Русь». У него такие стихи, прямо вот, философские, эпические, и хочется мне вам ее показать. Эпиграф «С одной думой непостижной смотрю на твой спокойный лик». Александр Блок Сколько пружинок слов, сколько звездного шуба, Сколько весен и зим на плечах, А со мною все та ж непостижная дума, И все те же видения в ночах, И все так же свеча над бессонной страницей, Загорает в моей конуре. И цветешь ты во мне луговою зорницей, И цветком, что весной на дворе. И опять ухожу я к ракитам далеким И к далеким мостам полевым, Чтобы вновь прокричать журавлем одиноким Над великим простором твоим. Прокурлычу и вновь не услышу ответа, И поникну печальным крылом, Только снова под холодом лунного света Застучишь ты в лесу топором. Узнаю тебя, Русь, и не буду в обиде, И свой подвиг свершу, как смогу, И пускай той ракитой В осенней хламиде Загрущу я в пустынном лугу, И склонюсь под железом Высокою рожью, И сорокой скакну в ручья. Ты единый мой свет На моем раздорожье, Единая пристань моя, И вернусь я к своей Одинокой светлице, Никому неизвестной стропой. И летит моя дума, Полночная птица, И роняет перо над тобой. И роняет перо над тобой. Ну и вот, я не знаю, Это далеко недооцененный поэт, Мало его. Вообще, сборников в нем много, Но почему-то его мало знает, Поэта Николая Ивановича Тряпкина. Но, кого хорошо знают, Так это Николая Михайловича Рубцова. Вот мне, к сожалению, С ним встретиться-то не удалось, Поскольку не сложилось. А вот песен у меня, На него уже больше десятка, И я хочу показать, ну, например, Вот такой деревенский житель, У нее пронзительные стихи про деревню. Вот песня, зимняя, Зимняя песня называется, Я называю так, В этой деревне. В этой деревне огни не покрашивай, Ты мне тоску не пророчь, Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Светятся дивные, светятся чудные, Слышится шум полнии. Были пути мои трудные, трудные, Где ж вы печали мои? Были пути мои трудные, трудные, Где ж вы печали мои? Скромная девушка мне улыбается, Сам я застечу. И да, трудное, трудное, Все забывается, Светлые звезды горят. Светлые звезды горят. Трудное, трудное, Все забывается, Светлые звезды горят. Кто мне сказал, что в Англии Заметелины глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, Кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не погашены, Ты мне тоску не проводишь. Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Тихая зимняя ночь. Я люблю русскую тему. Мне хочется писать, Используя русский фольклор. Традиции русской песни. Гармония русской песни. Как-то стиль русского. Потому что я считаю, что любой человек Композитор должен... Большая цена ему как композитору, Когда он использует Свой народный фольклор. Свои национальные корни. Вот чем Рахманинов бесконечно ценен. Я его люблю безумно. Потому что у него столько русского в этих... Или вот первая симфония Калинникова. Какая же чудная вещь. Я вот когда слушаю, невозможно Слушать до конца. Потому что это просто чудо какое-то. Римский Композитор. Да много перечислять можно. А среди моих знакомых был поэт Вячеслав Пушкин. Вот такой интересный был человек. Правда, я бывал у него дома. И вот он мне показывал... Помню, в 1937 году выходили... Выходило полное академическое собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Толстенные там кирпичи такие. Он их собирал, но он себя никак не соотносил. К нему как к своему родственнику. Вот я говорю, да. Ну, Пушкин. У него поэма такая есть, которая называется «Песня». В этой поэме смысл в том лежит, что какие-то трудности не переживал человек в каких-либо передрягах он не находился. Но всегда его вручала песни и придавала ему силы. И вот из этой поэмы там сидят солдаты землянских, вырывают между боями. Их стремлюют в родной дом и поют песню про маму. Ну вот как бы вот эту. Тай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-да Тай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Выходила моя мама за сосновый запорог Выносила моя мама писяный туесок Молодая, молодая, в синий-синий лес густой Шла тихонько напевая, ненаглядный, милый мой Шла тихонько напевая, ненаглядный, милый мой Шла по зайчьей тропинке С каплей солнца на виске В земляничных кровилки остывали в туеске Остывали в туеске Мама полная лукошка оставляла в кедраче Серебрилась словно брошка, паутинка на плече Серебрилась словно брошка, паутинка на плече Мама спелые ромашки из густой травы брала Голокольчики и кашки, и венок себе плела И венок себе плела, молодая, молодая По своей тропе домой Шла тихонько напевая, ненаглядный, милый мой 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 И вот я им говорю, ребят, ведь я эту песенку спел про маму, они тоже так обрадовались, ой, мы хотим ее петь. Я говорю, хорошо. А я говорю, но ведь мамы бывают не только у людей, мамы бывают у всяких зверей, у птичек, у жучков, у всех мам. У всех. У всех. Вот я говорю, давайте я вам спою песенку про этих вот жучков. А песня называется «Солнышко». Да, стихи написал Дмитрий Блынский. Ее, к сожалению, тоже нет уже. Сколько? Так, песенка. Я слышал ежонка, ежиха, звала, зазывала домой, Шептала спокойно и тихо, мой гладенький, мягонький мой. Качала жучиха, жучонка, качала под вишни в тени, И пела протяжно и тонко, мой беленький мальчик, Зайчонка, зайчонка, зайчиха будила. Ну что же ты, львенок мой, спишь? Пойдем на охоту, мой милый, мой сильный, мой храбрый малыш. А мы с тобой весело пляшем, цветы собираем во рву. И я тебя солнышком нашим, и радостью нашей зову. А я тебя солнышком нашим, и радостью нашей зову. Ну раз тут про всяких зверей, тогда вспомню старую песню про морского зверя, которая называется «Кит». Песня про кита. Тот завел себе собаку, тот завел себе кота, тот завел себе корову, а я завел себе кита. Кит попался мне хороший, очень добрый и большой, я назвал его Тимоши. Привязался все души в синем море-океане, мол, Тимоша, служит мне. Можно жить, как на поляне, у Тимоши на спине. Поезжу, позагораю, на гитаре поиграю, встану, рыбку половлю, это дело я люблю. Здесь порой бывает жарко, но грубо ведь океан. И воды киту не жалко, приглашает под фонтан. Под фонтаном освежусь, над стихами подружусь, или книжку почитаю, или просто спать ложусь. Мчится кит, меня катая, от Селона до Китая. Солнце плещет, волны плещут, под ударами хвоста. Не раскаясь никогда я, что завел мне попугая. Никого, мой, не кота, а завел мне кита. Вот, тут у меня настигла радость, буквально. Вот, вчера мне прислали письмо из Нахимовского военно-морского училища из Петербурга. Они мне прислали, что вот мы вашу песню приняли, которую я вам послал. И она будет исполняться во время шлюпочных походов на Нахимовском озере. А сегодня я получил еще одно письмо уже из Мугловского, Нахимовского военно-морского училища. Тоже писали, что вот мы прослушали вашу песню всем там коллективом детским, вокальным турном ансамбле, все, принимаем на вооружение. Ой, радости. А песня вот эта вот, которая я вообще, мне она что-то очень нравится. Я ее написал, ну, сравнительно лет 7 назад, 10, может, даже, да, но я ее просто не пел. А вот сейчас ее реанимировал, и думаю, что ж не спеть-то, песня вроде веселая. Песня юных моряков. Команда смирно прозвучала равнение на флаг на Гюйс. Здесь от учебного причала на флот прокладываем ус. Чтоб Родина могла гордиться сам, в учебе первые всегда. Огонь на клотике эсминца, нам пунти водная звезда. Огонь на клотике эсминца, нам пунти водная звезда. Солнце золотое, небо голубое, чайки над волнами и морской прибой. И морская дружба, и морская служба, станем моряками мы с тобой. Станем моряками мы с тобой. Здесь от игры соревнований, знакомства с шлюпкой и веслом, От первых правил, первых знаний, обладеваем ремеслом. Ходить под парусом крылатым, на ветер галцами рулят, В команде с Ботсоном усатым, чтоб встать к штурвалу корабля. Солнце золотое, небо голубое, чайки над волнами и морской прибой. И морская дружба, и морская служба, станем моряками мы с тобой. Станем на защиту родины родной. Так, ну вот, песня юных моряки, это всегда странное путешествие, Это далеко от дома, по многу месяцев бывает, так что, но большое время. И хочу спеть на эту тему почти песня на стихи лицу Михайловича Кончарова. Вот я с него начал «Рабзай России», это его песня тоже Гончарова. Эта песня называется «Сверчок». Жил-был сверчок, жил-был сверчок, жил-был сверчок на свете. Любили этого сверчка и взрослые, и дети. И было нам, и было всем всегда уютно с ним. Тюр-тюр-тюр-тюр-тюр, немало лет, тюр-тюр-тюр, немало с ним. И никогда не забывал, отлично стал сверчок. Запечный свой, родимый свой, уютный свой шесток. И было ласково всему домашнему народу. Его заветное тюр-тюр-тюр в любую неподходу. С тех пор прошло немало лет, немало долгих зим. Моря, похоже, города, нас разлучили с ним. Давно того и дома нет, и улица не та. Хранит родные имена холодная плита. Но где бы ни был я, друзья, с тех пор, где б ни был я, Зовет меня, зовет к себе, родимая земля. Но где бы ни был я, друзья, с тех пор, где б ни был я, Зовет меня, зовет к себе, родимая земля. Зовет меня, зовет к себе, родимая земля. И вот зима, вот февраль, у нас был довольно теплый, И почему бы нам его за это не поблагодарить. И вот я хочу спеть песенку... Сначала песня «Зимняя сказка» называется. «Зимняя сказка». На далеком, на высоком берегу лес поднялся, В белку пичатом стеку, по пыльчаям, По дедовским лесным поклонился мне поклонам поясным. Поклонился мне поклонам поясным. Стали сослы на пушке в семеро, Издалека ли вернулся молодец, И не идешь ли за жар птицевым гором, Или меч твой затерялся, кладенец? Или меч твой затерялся, кладенец? Я на солнце нагрядеться не могу, Плечи помню, у березки молодой мне бояться. Скорее встречу вдруг еху или лешего с дремучей бородой, Или лешего с дремучей бородой. Я в родном своем, затумчивом краю, Где от месяца струится светлый дым, Где породить я никогда не устаю, Где в царевну я влюбился молодым. Где в царевну я влюбился молодым. А следующая песня просто именно про сам февраль, Потому что когда эти стихи писал Виктор Гончаров, Я так полагал, что у него февраль был жуткий. Ну вот, потому что такие слова, Что и песня под стать этим словам. В февраль еще с мертвушкой дышит, Скорей бы его унесло. По крыше, по самые крыши, В сугробах завязло село. По крыше, по самые крыши, По крыше, в сугробах завязло село. А в нашей забытой деревне Меня занесло по трубу. Я стал, как предание древней, С лыжней поперечной на лбу. Я стал, как предание древней, С лыжней поперечной на лбу. Мне счастья чужого не нужно, Я долю нехаю свою, Снаружи и мрачно, и вьюжно, А в доме светло, что в раю. Как множество, так и живу я, На лавке со мной устала. О чем-то своем повествуя Мурлычет комочек тепла. О чем-то своем повествуя Мурлычет комочек тепла. Для счастья немало ли это Достаточно, если любить. Зима изживается света, Весна не велит уходить. Зима изживается света, Весна не велит уходить. Зима изживается света, Весна не велит уходить. Переходим к весне. Когда-то на стихе Петра Вегина Я написал несколько песен. Святаясь, Новогодний снег. А вот еще одна песня, которая называлась Весеннее письмо. Ясно, что песня написана в 20 веке, потому что там такие стихи, которые указывают, где ты живёшь. Где ты живёшь? В 20 веке. Марина, трогается лёд, я во весны с груб посыльным. Весна, как синий вертолёт, спускается в ладонь России. Да, ледоход, как леденец, а в гололёде аварийность. Ты гололёд, эй, ледоход. Ты кто, Марина? Марина, трогается лёд. Марина, время весокоса. И бросится к твоим рукам, как будто бросится с откоса. Весной трудно быть с собою и стой посреди Москвы. Себя мы чувствуем, раздумывая, Настя, как разведённые мосты. В орбите моего врачка. Ты, как планета, беспокойна. Живёшь уже 20-й день. 20-й год, 20-й полдень. Воскресна свои сосульки бьёшь, как свадьба пьяные стаканы. И снегирин в снегу горят, как будто красные стоп-краны. Марина, трогается лёд. Марина, трогается лёд. Марина! На городе степной, Конь стоит вороной. Чёрный клир, война солнце трясёт. Только сядь за ревой, Захрапит по тобой, По широкой степи понесет. Только сядь за ревой, Захрапит по тобой, По широкой степи понесет. Пусть калина стоит и грустит, У порога мне бы только летит, И летит по дороге. Эх, ты молодость, страсть, Ты корсом пронеслась, И учалась в сиянии дня, Я б сама поднялась, И с тобой обнялась, Мне бы только рехово коня. Я б сама поднялась, И с тобой обнялась, Мне бы только рехово коня. И как ветер захлёст, По лицу не до слёз, Конь подчит, о, делами звеня. А за тысячу верст Крайбиновых звёзд, Мне бы только лететь на коня. А за тысячу верст Крайбиновых звёзд, Мне бы только лететь на коня. Ну вот, и сейчас хочу спеть песню на стихи Давида Самойлова. Есть у него целый цикл стихов, под названием «Из балканских песен». Он там изучал фольклор сербов, болгар и румын, И вот написал, написал пять стихотворений, вот разных. Я на все стихи сделал песню. И даже ему лично, когда пригласил меня домой, Я спел из них две песни. Мне бы, конечно, было вот так вот. Наверное, ему понравилось, как он записал мой телефон, Но, правда, ни разу не позвонил. А когда это было? Это ещё было прям вот после окончания физфака. Какой год прям? Ну, 69-80, где-то такой примерно год. А вот одну из последних песен на его стихи. Песня о построении Кладенца. Видать, такой был сказочный город. Вот. Вот. И волшебный, видать, город. Но, оказывается, у них какие-то были священные животные, Которым они там поклонялись, любили. Как-то вот они их глубоко уважали, этих животных. И вот. Об этом песня. 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 Надо выкопать колодец, надо выкопать его. Улын живет в колодце жаба, Неземное существо Будет, будет эта жаба Петь в колодце по ночам Будет месяц литься слабо К золотым ее очам Будет, будет эта жаба Петь в колодце по ночам Будет месяц литься слабо К золотым ее очам И увидит эта жаба на выходную звезду, И уронит эта жаба серебристую слезу. И придет к колодцу странник, и опустит он бадью, И с окна слезу достанет серебристую твою. И придет к колодцу странник, и опустит он бадью, И с окна слезу достанет серебристую твою. И отыщет странник место на горе в густом лесу, И построит целый город на одну твою слезу. В этом городе во храме засияет семь лампад, Грянет колокол утрами и в дробинку, и в раскат. Семь невест придут к колодцу, бросят в воду семь колец, Чтобы семь веков не падал семевратный кладенец. Песня называется «Дорога цыганка». У меня поразило то, что поэт так здорово сравнивает дорогу с цыганскими какими-то картами, там шпалы, не знаю, платформой с этими. В общем, короче, вы сами все услышите, я уже лучше послушайте. Вот, а первая часть песни на стихи Семена Никарсанова, а вторая часть песни на стихи... Так, Владимир Гревцев был такой поэт, к сожалению. Такие стихи чудно писал, но уже нет его в живых. Песня называется «Дорога цыганка». Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Сегодня никакой на свете тормоз не сумеет мы жизнь затормозить И снова колес бесконечно... Наше оборудование... Увидите пожалуйста... Та 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 Густово колес бесконечно чекал, как игриста, гитарный повтор Раскинь не назначь от дорога, цыкалка, потертые, карты платформ Такие превышенные лживые карты Раскинь до стальной колеи От чужих ожиданий мгновенные кадры И веки, и четки мои Да так же цыганка, звеней же дорога Манистовой гривной верстой Ах, как тысячи врагов, что лишь тем Немного за гранью разлуки с тобой Вагону навстречу несет на пространство В оттене трубы трубят Сейчас будет настой, лишь только расстаться с тобою Поверясь в себя Промчиться в окне, в палисад, в полутал Как от травы закатного дым Позволь же дорог, позволь же цыганка Навек не остаться твоим Возьми меня в табор, в просторных окнах В бездомный бескрайний твой край Туда, куда еду, не дай мне приехать Разочароваться не дай Возьми меня в табор, в просторных окнах В бездомный бескрайний твой край Туда, куда еду, не дай мне приехать Разочароваться не дай Разочароваться не дай Разочароваться не дай В бездомный бескрайний твой край Туда, куда еду, не дай мне приехать